приветствую вас друзья и снова мы возвращаемся в наш инктобер 11 день рисования и темы сегодняшнего дня у нас был орел хотел бы поблагодарить всех тех кто подписался на мой канал кто ставит лайк этим видео и пишет в комментарии отвечая на те вопросы которые я задаю в процессе записи этих видео сегодня тема рисования как я сказал уже орел и честно говоря чисто рисовать орла в нем не очень хотелось было неинтересно и к тому же вообще мой мозг заточен больше на рисование персонажей мне хочется двигаться и развиваться именно в этом направлении потому что у меня хорошо получается придумывать разные реалистичные миры реалистичные миры их были только что сказал и и подумал это надо было так сказать конечно они нереалистичные скорее всего они фантазийные и сегодня я рисовал на не знаю какой то у меня получился то ли парень то ли девушка человек который занимается орнитологии то есть дрессирует орлов и мне хотелось передать небольшую какую-то связь между этим человеком и его животным человек как смотрит такой на своего питомца с любовью он его уважает любит к тому же орел это олицетворение такой силы просто так это является герб нашей страны да еще двухглавый орел возможно кстати говоря наш герб был создан просто исходя из мысли того что одна голова хорошо а две лучше если ты думаешь что именно по этой причине кто-то подрисовал вторую голову то напиши мне об этом было бы интересно что ты вообще думаешь о истоках происхождения нашего герба в общем орел достаточно своеугольная своеобразная птица если улыбиться немного в изучении того как происходит дрессура этих животных каким образом они питаются как они живут в тихой природе ты начинаешь просто погружаться в этот мир он очень большой очень интересный ты начинаешь понимать некоторые законы природы и вообще в принципе это хорошо для развития и для рисунка в том числе а потому что мы начинаем понимать как это действует или работает жизнь откуда появляется связь между человеком и животным почему она появляется и чем больше ты знаешь об этом тем легче придумать какую-нибудь историю может быть придумать ситуацию потом ее описать создав тем самым рассказ или иллюстрацию которая должна рассказать человеку который будет смотреть на это произведение или скетч что ты пытался передать я уж не знаю как это работает у вас но я пришел к выводу что рисовать просто голову мне уже становится просто скучно хотя у меня периодически страдает анатомия и я сам это знаю но чем больше ты рисуешь тем более интересно становится рисовать именно какие-то сюжеты создавая тем самым историю и эти сюжетные линии всегда вызывают у человека какую-либо эмоцию если мы будем смотреть просто на портрет и согласитесь это не будет вызывать ничего но портрет ну да нарисовано хорошо красиво и интересно может быть даже но история заставляет нас точнее фрагмент из истории заставляет нас немножко фантазировать и придумывать из какого мира эта история в какой ситуации она могла произойти почему она происходила в общем это вызывает интерес именно поэтому мне нравится не только рисовать но и придумывать сюжетные линии что позволяет не просто создать эскиз но и придумать какую-либо историю так например рисуя этот рисунок можно придумать какую-нибудь вселенную в которой люди очень близки с животными и уважают их и и предположим что в данный момент мы видим такого человека который имеет определенную связь с животным и он в последующем будет нашим героем и с другой стороны можно например нарисовать расу которая ненавидит животных по какой-то либо причине причем можно придумать любую просто жестокость просто взгляд на жизнь сами знаете в нашей жизни к сожалению таких людей немало и из этого уже можно создавать какие-то сюжетные линии конфликты развивать историю делать интересным наполняя ее деталями и различными ситуациями для того чтобы лучше открыть внутренний мир персонажа а таким у меня вышел рисунок и честно говоря я до сих пор не определился кто на изображен на этом рисунке мальчика или девочка посмотри на него или на ее и напиши мне в комментарии что ты думаешь кто это мужчина или женщина а на этом все предлагаю тебе также продолжать рисовать и если ты все-таки депрессуешь то дите прессу и а иди порисую